В больницу Анапы со стройки доставили семерых пострадавших. Что случилось и почему этим ЧП не интересуется полиция? За охранника школы, во дворе которой стреляли в подростка, вступился его начальник с ответными претензиями, обратился к мэру. Владельцы семиэтажного самостроя в Краснодаре пришли с повинной, обещают исправиться. Поверившие нашлись. Зарплатная эстафета. Сегодня губернатор объявил, кому еще из бюджетников поднимут оклад и заглянул к будущим чемпионам. Это главные новости края в программе «Факт на девятом». Здравствуйте. Начнем с экстренного предупреждения. Оно объявлено в крае. Реки Кубани могут выйти из берегов, как объясняют это от резкого потепления, из-за которого быстро тает снег в горах. А его минувшей зимой выпало немало. И как раз в горных реках уже, по словам сотрудников краевого МЧС, уровень воды поднялся. И теперь под удар стихии могут попасть сразу несколько районов края. Среди них Обширонский, Мостовской и Лобинский. Там возможны подтопление населенных пунктов, сход оползней. Экстренное предупреждение в Краснодарском крае продлится до понедельника. Сегодня продолжение получило дело о стрельбе в Анапской школе. Директор охранного предприятия, который работал в учебном учреждении, написал открытое письмо мэру города. Анатолий Синявский называет претензии к его сотруднику со стороны городских чиновников беспочвенными. По его словам, охранник выполнил все свои обязанности и не виноват в том, что происходило во дворе школы. Охранников должно быть больше. Один охранник, который находится в коридоре ухода в школу, он только контролирует этот вход. Там нет даже систем видеонаблюдения. Он не знает, что творится даже на втором этаже. Не говоря уж о том, что творится на территории и что творится в других корпусах школы. Напомню, во вторник днем во время перемены на спортивной площадке школы был ранен девятиклассник. По предварительной версии конфликт произошел после ссоры. Подростка с одной из бывших учениц школы девушка позвала на помощь своего знакомого. А он после разговора выстрелил в обидчика трижды из травматического пистолета. Одна из пуль попала в голову школьника. Стрелявший Руслан Николаенко задержан. Он рассказал, что травматическое оружие ему дал на время знакомый. Добавлю, пострадавший школьник Владислав Голустян был прооперирован. И, по словам врачей, состояние подростка не вызывает опасений в случае, если следствие не изменит статью, покушение на убийство стрелявшему в него, Руслан Николаенко грозит до десяти лет лишения свободы. Против двоих напавших на ветерана в Армавире возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз уже по более тяжкой статье. Покушение на убийство совершенной группы лиц с целью сокрытия другого преступления. Напомню, трое молодых людей ворвались в дом ветерана Великой Отечественной Петра Животовского, украли боевые награды и 4 тысячи рублей, затем связали фронтовика и подожгли дом. Пенсионер чудом остался жив. Обвинение по этой статье двоим подозреваемым предъявят в ближайшее время. А роль третьего задержанного в этом преступлении пока уточняется. Дают признательные показания, рассказывают об обстоятельствах совершенной... Субтитры создавал DimaTorzok ...но пока общается с врачами только с помощью жестов. Сейчас в его доме продолжается ремонт. По словам родственников, на восстановление жилья ветерана войны они уже получили 250 тысяч рублей. Помогла администрация, Армавира, городская дума и местные предприятия. В Анапе на одной из строек пострадали семеро человек. Об этом ЧП стало известно сегодня, хотя произошло оно, как выяснилось в прошлую пятницу. Все случилось на территории бывшей морской школы, где теперь располагается Институт береговой охраны ФСБ России. И первая информация ЧП появилась неофициально на форуме сайта Анапа.Инфо. Вот цитата оттуда. В седьмом часу вечера на территории бывшей морской школы на одном из строящихся объектов произошло обрушение восьмиметровой стены с частью бетонного перекрытия. В момент инцидента на третьем этаже здания находилась бригада строителей. По свидетельству очевидцев в какой-то момент раздался жуткий скрежет. И через мгновение стена поползла, увлекая рабочих вместе с собой вниз. В больнице города Анапы нам подтвердили, что к ним действительно доставлено семеро строителей. Это жители из Краснодарского края и Ростовской области. У них многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы. Двое попали в реанимацию. По словам замглавы города, всем пострадавшим оказали необходимую помощь. От Института береговой охраны пока не удалось получить никакой информации. От комментариев отказываются и сами пострадавшие. Некоторые в неформальной беседе разве что рассказали, что травмы получили в нерабочее время. Кто-то упал во враг, а кто-то подвернул ногу, прогуливаясь по набережной. Но тем временем проверкой по факту ЧП занялась краевая трудовая инспекция. К ним сигнал поступил от анапских врачей. Инспекторы попытаются выяснить, как семеро человек одновременно получили травмы. Мы сейчас опросим пострадавших, выясним, действительно ли на самом деле они работали на этом объекте, в какой организации они числились, где выполняли свои трудовые функции, если такое было. Ну и, соответственно, организуем расследование, если имел факт именно несчастного случая на производстве. Если это тяжелый несчастный случай, как в нашем, то от трех до пяти лет лишение свободы, либо штрафные санкции. В УВД Анапа подтвердили, что в журнале есть запись о происшествии на стройке. Но проверка по этому факту не началась. Полицейские говорят, для этого необходимы заявления от пострадавших. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Ну а кубанским спортсменам и спортивным, точнее, наставникам поднимают зарплаты. Губернатор сегодня объявил, кому и сколько теперь будут доплачивать. Провел итоговые совещания по спорту и лично осмотрел, как в крае готовят чемпионов. Площадок для этого много. От дворовых до целых спортивных городков. Но так не в каждом районе. А должно быть. Анжелика Капушева о рекордах и препятствиях. В этих залах уже скоро будут готовить команду победителей. А сегодня учебный корпус Института физкультуры и спорта принимает команду проверяющих. По главе с губернатором края Александром Ткачевым. Стены, которые около 30 лет не видели ремонта, сегодня в очень хорошей форме. За последние полтора года здесь заменили всю технику и отремонтировали 4 зала для гимнастики. А в этом бассейне уже проверяют гидравлику. Скоро установят вышку для прыжков. К началу мая обещают ремонт закончить. На все работы выделили 350 миллионов рублей. Здесь же будут тренироваться и кубанская сборная по синхронному плаванию. А тут будущие спортсмены изучают физические возможности человеческого тела. Это кафедра анатомии. Одна из самых интересных в ВУЗе. Это отличается от медицины тем, что медики изучают топографическую анатомию. А мы изучаем функциональную анатомию. Какие движения совершаются во время спортивных мероприятий и так далее. Новое предназначение преподавателя, тренера. То, что он уже понимает, наверное, такие физические все процессы на более тонком уровне. Нагрузки, как работает сердце, другие органы. Это важно. Потому что, чтобы стать чемпионами мира и стать первыми в спорте в том или ином виде, надо побеждать с этими знаниями. Теперь студенты инфиза будут постигать не только науку Гиппократа, но и больше изучать языков. Глава края зашел на кафедру, где в том числе готовят волонтеров на Сочинскую Олимпиаду. А на итоговом совещании, где буквально под лупой разбирали спортивные достижения муниципалитетов, Александр Ткачев сразу сказал, глава территории в ручном режиме, не перепоручая своим заместителям, должен заниматься двумя вещами. Развитием медицины и спорта в районе. Сам губернатор продолжил эстафету повышения зарплат, которая в прошлом году стартовала с учителей и соцработников. Теперь очередь спортивных наставников. В начале власти нам нужно улучшить положение наших наставников спортивных, стимулировать их на поиск, как я уже говорил, новых талантов. И с этой целью мы перешли на отраслевую систему оплаты труда. И вы знаете, что ее главный принцип сегодня, зарплата тренера, должна напрямую зависеть от достижений воспитанников. На мой взгляд, такой западный прагматичный принцип. В этом году мы пойдем дальше. И мы приняли решение уже с 1 апреля ввести ежемесячную доплату в размере 3000 рублей для обслуживающего персонала спортшкол. Это медсестры, это сторожа, уборщицы, вахтеры. То есть те люди, кто, в общем-то, всегда меньше всех получал. Кроме того, я поручил проработать вопрос повышения зарплаты тренером. Средняя зарплата тренеров начальной подготовки должна вырасти от 30 до 50%. Зарплаты начнут расти уже с 1 апреля. У тренеров теперь они не будут зависеть от числа учеников. Это станет стимулом для новых побед, убежден губернатор. В Олимпийском регионе спорт должен стать частью жизни. Кубань должна не только принимать соревнования международного уровня, но и растить своих чемпионов, которые станут кумирами для молодежи. Когда-нибудь в крае, рассуждает губернатор, сельские стадионы будут собирать миллионы болельщиков. И соревнования эти станут праздником. Именно для этого на Кубани растет число стадионов, ледовых дворцов и спортивных площадок. Даже там, где, казалось бы, и не мечтали о таких достижениях. Так на Энке в Краснодаре завершают строительство спортивного городка, крупнейшего в крае. В городе уже открыли баскет-холл и лучшую на юге страны спортивную базу гребли на байдарках и каноэ. Не отстает в развитии и детский спорт. Сегодня спортшколы у нас посещают 191 тысяча детей. Таким образом, Кубань вышла на второе место в России после Москвы. Опережая такие стабильно сильные регионы, как Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Ростовская область. Когда слово взял глава Кущевского района, одного из самых северных в крае, самых отдаленных от центра, стало понятно, вовсе не от географии зависят спортивные достижения. Мы просим, Александр Николаевич, у нас готова земля, тех условий построить именно для тяжелого атлетика, бокса, кикбоксина и борцов. Вот такой зал. Он не больше всего будет стоить миллионов 40-50. Но это нужно сделать, пока я еще молодой, в течение этого и следующего года эту базу построить. Но есть и муниципалитеты, где развивать спортивные достижения не стремятся, подчеркивает заместитель губернатора. По показателям, самым отстающим стал Белоглинский район. Там нет желания развивать массовый спорт и привлекать молодежь на спортплощадки. Там и самих спортплощадок не так-то много. А вот Анапа, Кавказский и Белореченский районы в лидерах. Сегодня их лично награждал губернатор. Вручил призы и денежные премии. Глава курортного города, который занял первое место по уровню развития спорта, получил 5 миллионов рублей. Их потратят на строительство новых спортобъектов. В планах на 2012-й по всему краю построить еще несколько новых ледовых арен, плавательных бассейнов и стадионов. Попросили на совещании и новый открытый манеж для конной школы. Появится в ближайшее время в крае и новая хоккейная команда «Кубань». Тренировки начнутся уже в апреле. А осенью она стартует в чемпионате России. Это будет самая южная хоккейная команда страны за всю историю. Анжелика Капушева, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Валентин Стуканук. 9 канал Краснодар. Неожиданный поворот в деле о самострое. Компания КСК в Краснодаре признала свои ошибки и обещает все исправить. Это касается семиэтажного жилого комплекса «Репинский», строительство которого началось в поселке Пашковский. Как выяснилось, без разрешительных документов. Стройку заморозили. Мы рассказывали об этом фактах на прошлой неделе. Ну и после выхода сюжета в эфир с нами связались представители застройщика компании КСК. Ольга Музыка встретилась с хозяевами стройки. Побывала в суде и выяснила, как может сложиться дальнейшая судьба комплекса «Репинский». Неделю назад тут кипела стройка, а теперь она заморожена. Представитель компании КСК Константин Сигачев все ошибки фирмы признает. Говорит, строить продолжим, когда получим разрешительные документы. Приостановили на стадии котлована. То есть у нас даже еще выпуска не завязаны. С какой целью? С целью, чтобы в случае необходимости доработать проект, чтобы он соответствовал всем нормам. В числе главных претензий городской администрации к проекту ЖК «Репинский» отсутствие коммуникации. Жители соседних домов настаивают, их электроподстанция и водоснабжение не потянут еще и многоэтажку. По словам Константина, у жителей Репинского будут свои коммуникации. Расходы на них в проект заложены. Замена трансформаторной подстанции где-нибудь километра за полтора, прокол под федеральной трассой, согласование с частными водозаборами. Естественно, все эти коммуникации будут вестись за наш счет. Я в этом сомневаюсь. Татьяна Ковалева, замначальник управления муниципального контроля Краснодара, не первый год борется с незаконными постройками. По ее словам, после получения разрешения, коммуникации – это первое, с чего должна была компания КСК начать строительство. Для этого нужно обратиться в соответствующие сетевые структуры, что до сих пор они еще не сделали. Кроме того, что они не имеют разрешения на строительство, они еще не имеют взаимоотношения никаким с нашими сетевиками, чтобы мы видели, что они построят ТПшку, подстанцию, что там будет газ, что там будет канализация, что там будет вода. Нельзя пренебрегать и комфортом людей, которые живут рядом в частных домах и против строительства многоэтажки, говорит представитель администрации. Со всеми можно договориться, отвечает застройщик. И действительно, кто в прошлом нашем сюжете был недоволен больше всех? Вот видите трещины? Вот уже трещины пошли. Теперь претензий не имеет. Я на данный момент никаких претензий не предъявляю ни по ущербу, ни по строительству. Но это ничего не значит. Если они решили с одним человеком, то в целом весь поселок не желает такого соседства. Мы решили предположить, по какому сценарию может развиваться судьба ЖК Репинский. За комментарием обратились туда, где решаются споры администрации застройщиков. В суд. Председатель судебной коллегии Елена Хахалева принимает решение по незаконным застройкам в среднем два раза в месяц. Говорит, случай с ЖК Репинским самый удачный вариант. Строительство пресечено на начальном этапе. Если дом уже построен и заселен, снести его большая проблема. Застройщик получает разрешение на строительство частного дома на купленном им участке. Однако вместо этого он заливает здесь фундамент под многоэтажный дом. Суд по иску администрации выносит постановление запретить стройку. Однако застройщик игнорирует это постановление. И вместо этого возводит здесь за кратчайшие сроки многоэтажку. А после сразу же заселяет в нее жильцов. В такой ситуации суд может вынести постановление на снос здания. Однако чаще всего, идя на встречу с жильцам, он отказывает в сносе незаконного дома. Вот если суд будет идти по пути огульного удовлетворения исков администрации о сносе таких домов, мы породим ситуацию гораздо более социально острую, чем обманутые дольщики. Только два случая. На практике, когда в течение последних трех лет только два дома в городе Краснодаре снесено. Один был на стадии недостроя, был там до третьего этажа, по-моему, доведен. Другой там под крышей стоял без окон, без двери. Все. Разорвать замкнутый круг, по мнению судей, могут только кардинальные меры. Когда к этому вопросу подойдут с точки зрения уголовного наказания. Если в войне за Репинский победит застройщик, над частными домами нависнет многоэтажка. Если выиграет администрация, на месте котлована, возможно, будет магазин. В самой сложной ситуации те, кто уже заплатил за непостроенные квартиры. Им приходится либо рассчитывать на совесть застройщика, либо самостоятельно выбивать из него деньги. История жилищного комплекса Репинский еще не закончена. Ольга Музыка, Дмитрий Ланин, Роман Лесков, Антон Калиниченко. 9 канал. Краснодар. Математики из Краснодара вычислили формулу удачи. Семейная пара, которая пожелала остаться неизвестной, выиграла в лотерею почти 5 миллионов рублей. Причем, как утверждают счастливчики, это не просто случайность. Они долгое время играют в лотерею. И после своих наблюдений математики по образованию, по их словам, нащупали формулу. Выигрышная комбинация состояла из пяти цифр. Впрочем, делиться с секретом супруги не захотели. А вот куда потратят деньги, уже известно. На покупку жилья. К 9 мая Краснодар может стать городом воинской славы. Решение о присуждении звания должна принять специальная комиссия. Сегодня она как раз и прилетела в столицу края. В составе комиссии представители администрации президента и комитета победы. Он как раз и занимается подготовкой всех мероприятий к празднованию 9 мая. Звание города воинской славы присваивается городам, на территории которых шли ожесточенные сражения. А их защитники проявляли мужество и отвагу. Краснодар был занят немецкими оккупантами на протяжении полугода. И за это время город был основательно разрушен. Погибли более 13 тысяч горожан. В президентской комиссии рассказали, что именно в столице Кубани фашисты впервые применили душегубки. Мы, допустим, строили гостиницу «Интурист» в 1967 году. Было найдено сохранение в 5000 человек, когда рыли котлован. Это факт, это известно. Комиссия побывала в Краснодарском лицее номер 48, где установлен бюстполководца Александра Суворова. Посетила памятник прославленной лечице Евдокии Бершанской и монумент «Войну-освободителю». В Краснодаре гости пробудут два дня. За это время познакомятся с военной историей города и подготовят материалы для присвоения почетного звания. Никаких финансовых льгот звание города воинской славы не дает. Главное – напомнить молодому поколению о великих победах нашей страны. Получив данное звание, Краснодар сможет установить памятную стелу с гербом и указом президента о присвоении почетного статуса. Также власти будут обязаны устраивать праздничные салюты на 23 февраля и 9 мая. Добавлю, на Кубани звания города воинской славы уже имеют Туапсе и Анапа. Наш край – единственный субъект страны, в котором есть сразу и город-герой Новороссийск, и города воинской славы. Кубанским ветеранам Великой Отечественной помогают волонтеры. Они бесплатно красят заборы и ремонтируют дома. Акция «Согреем сердца ветеранов» сейчас проходит по всему краю. В первую очередь подростки помогают одиноким фронтовикам и тем, чьи родственники далеко. «С бабкой мы ничего не сделаем, конечно, но вот благодарим за помощь, конечно. Спасибо им большое. Что есть такая еще организация, что молодежь заботится о стариках. Я, например, очень довольна, все время думаю, а как же их красить буду. А тут пришли, пожалуйста, как с неба свалились ангелы». Волонтерское движение на Кубани насчитывает 100 тысяч молодых людей. Они окажут помощь 25 тысячам ветеранов. Кроме того, волонтеры проверят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны. Через полчаса в одном из ночных клубов Краснодара даст концерт американская джазовая певица Дебора Браун. Поклонники сравнивают ее с первой леди джаза Элли Фиджеральд. Это уже второй визит звезды в кубанскую столицу накануне. Королева джаза провела мастер-класс для студентов Университета культуры в Краснодаре. Ее дар импровизировать и способность создавать коктейль из классики, фолка и камерной музыки известен не только в Европе, но и Японии, и Латинской Америке. Я очень люблю музыку. Я очень люблю музыку, но джаз всегда останется для меня номером один. С джазом нужно проснуться и жить с ним навсегда. И петь всегда вслух и про себя, душой, сердцем, всем телом. Браун хорошо знает и любит в России. В течение 10 лет она сотрудничала с Олегом Лундстромом и его оркестром. Ей также посчастливилось работать с французским композитором и дирижером Мишелем Леграном. 130 тысяч рублей за нездержанное поведение. Именно на такую сумму оштрафовали футбольную Кубань после домашней победы над Казанским Рубином. 30 тысяч. Краснодарский клуб заплатит за экспрессивное поведение Дана Петреску, выходившего по ходу игры за пределы технической зоны. А поведение фанатов, зажигавших во время матча пиротехнику, обойдется Кубанскому клубу в 100 тысяч рублей. Сумма солидная, но далеко не рекордная. Например, за действие своих фанатов во время последней игры столичные Спартак и ЦСКА заплатят 600 тысяч рублей. Ну а теперь к нам присоединяется спортивный обозреватель фактов Павел Лаврентьев. Павел, добрый вечер. Здравствуй, Екатерина. Ну вот скажите, это большая потеря для клуба, как считаете? Вы имеете в виду сумму? Да. На самом деле я не финансист, поэтому потеря или не потеря не мне судить, но зато точно находкой можно назвать такую эмоциональную личность, как Дан Петреску, для всего российского футбола. Еще одной новостью из 100 на желто-зеленых мы начнем короткий выпуск новостей спорта. Наказание защитника Краснодарской Кубани Игоря Армаша еще более суровое. В последнем матче с Рубином он получил очередную желтую карточку и будет вынужден пропустить игру против Анжи. Наверняка те, кто смотрел игру, вспомнят, что это предупреждение было совсем необязательным. Видимо, сказывалось волнение в преддверии подписания нового контракта, которое, к счастью, игрока произошло несколькими днями позднее. Я очень счастлив по этому поводу. Но клуб пошел навстречу, предложил мне контракт. Я с радостью согласился. И мы буквально за две минуты. Я поставил подпись. И я счастлив, что я продлеваю контракт с Кубани. Будем надеяться, что с подписанием нового контракта на три с половиной года защитник Краснодарской Кубани станет вести себя на поле спокойнее. И таких ошибок в преддверии важнейших матчей в борьбе с попаданием в Еврокубке он совершать больше не будет. По территории Кубани снова пройдет шелковый путь. Это крупнейшее в России ралли, которое в 2012 году будет проводиться в четвертый раз. И если в последние два года местным финиш остановился Сочи, то теперь конечным пунктом выбран Геленджик. Возможно, это связано с тем, что в прошлом году из-за высокого уровня воды в реке Шахе организаторам пришлось отменить последний скоростной участок. А может быть, перенос финиша – это просто способ разнообразить маршрут. В любом случае, новое ралли обещает стать еще более массовым, зрелищным и сложным для участников. Старт семидневной гонки будет дан 7 июля на Красной площади российской столицы. Некогда боевое искусство – теперь вид спорта аристократов, к тому же, как ни парадоксально, доступный каждому. Сегодня в Краснодаре стартовал открытый чемпионат и первенство края по фехтованию. Несмотря на то, что соревнования традиционные, организаторы всякий раз стараются чем-то удивить. В этом году изюминка географическая. На турнир, помимо постоянных гостей из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Воронежа и Владикавказа, приехала сильная команда из Москвы. В 2009 году был первый раз этот турнир проведен, организован с бюджетом, можно сказать, 2000 рублей. В нем участвовало 150 участников. Сейчас только на рапиру приехало уже 156 участников. Поединки между спортсменами будут идти в течение четырех дней. Два дня выделено на шпагу, два на рапирус. Завершится турнир в воскресенье, тогда же станут известны не только все победители этих соревнований, но и определятся члены сборной Краснодарского края, которая в апреле отправится в Москву на первенство России. И на этом, пожалуй, все новости спорта к данному часу. Оставайтесь на девятом. Прямо сейчас прогноз погоды. И будьте в форме. И надеюсь, что она будет спортивной. Добрый вечер. Спонсор прогноза погоды Кровельный Центр проводит акцию «Купи кровлю, лови удачи у машин в придачу». Сегодня дожди были по всему краю. Самые сильные осадки наблюдались в Тихорецке, в Карапоткине и у Слабинске. Сейчас в основном капает в южной половине. Мы предупреждали. Ночью все температуры были плюсовые. Так что на улице типичная классическая ранняя весна. Но именно в такое нестабильное время погода богата на сюрпризы. Как приятные, так и не очень. Так, что же будет завтра? Как всегда нам об этом расскажет карта. Вот, посмотрите, рядом с нами белые облака. Это фронт, который дарил нам дожди. Завтра он начнет смещаться на восток и уйдет в Ставрополье и Северный Кавказ. Ну, как известно, если одно что-то уходит, на его место должно прийти другое. И вот тут появляется многовариантность. Обратите внимание в эту часть карты. Это антициклон. Он начнет смещаться в нашу сторону, но он очень слабый и неактивный. Полноправным хозяином положения он не станет в нашем регионе. Почему? Потому что ему помешает вот этот юркий и очень активный циклон. Вот он находится сейчас в Скандинавии. Вот все эти облака. Завтра он сместится и опустится чуть ниже Москвы. И направит на нас свои атмосферные фронты. Но не переживайте, быстро они не дойдут. Так что завтра день ожидается лучше, чем сегодня. Осадков будет гораздо меньше. Они возможны только в горах и на юго-востоке, и то ночью и утром. А вот днем по краю облачно с прояснениями. Да и солнце будет более заметно. Во второй половине дня возможность небольшого дождя появится лишь только по северу края. По крайнему северу. Хотя все может вообще обойтись. Температуры чуть подрастут. Ночью от нуля до плюс четырех. А на севере и востоке и только при прояснениях до минус двух возможно. Но тоже возможно обойдется. Днем в среднем 7-12 тепла, местами до 15. Ветер немного усилится. Его порывы иногда возможны до 13 и 18 метров в секунду. Теплее всего у нас будет где? Давайте посмотрим. В Белореченске, в Горячем Ключе и Краснодаре. Это центр края. Там будет 12 тепла. Холоднее всего в Сочи, в Кропоткине и Гулькевичи. 8 градусов. Странно, да? Сочи в тройке низких температур. Такое бывает редко. В Краснодаре без осадков. Вместо дождя небо подарят солнечные лучи и переменную облачность. Но машины мыть не обольщайтесь. Через день все изменится. Температура немного подрастет. Так что день комфортный, хороший. Смотрите сами. Утром плюс один, плюс три. Днем плюс один, плюс тринадцать. Вечером плюс восемь, плюс десять. Ветер западных направлений. Восемь, тринадцать, пятнадцать метров в секунду. Давление нормальное. Так что ожидается хорошая погода. Но это неудивительно. Ведь завтра всемирный день метеоролога. Поэтому пожелаю заранее Краевому гидрометцентру попутного ветра и солнечного настроения. Так что если завтра прогнозы не сбудутся, ругать их нельзя. У людей праздник. Ну а прямо сейчас сериал Монте-Кристо. Оставайтесь на девятом канале. Всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.